По сравнению с прошлым годом, желающих провести ночь в музее оказалось человек на 150 больше. Хотя и основная тема вроде бы не из ряда развлекательных представителей. Химия, элементы, однако организаторы виртуально подошли к ней и, что называется, разложили на части. Поздравила с очередной пятой ночью в музее Ахтубинцев Елена Смушко. Я желаю вам открыть для себя в эту ночь какие-то исторические тайны. Какие-то события, имена героев, имена просто простых людей. Посмотреть на наши фанаты, на парты, на космос, на летчиков, на людей, которые делают нашу историю. И, может быть, просто внести вклад своими знаниями в нашу чудесную историю и в нашу необыкновенную жизнь. Ведущие по традиции задавали вопросы по теме, а аудитория активно работала над ними. И представьте, химиков в зале оказалось немало. И не только среди взрослых. Ученики третьего, пятого класса легко отвечали на многие каверзные вопросы. Это, конечно, заслуга учителей химии школ города. Опыты по химии в краеведческом зале музея не стали проводить. Для этого была выделена специальная площадка в обширном дворе музея, где разместилось много-много творческих площадок. Игровые для детей, для народа постарше, полигон для стрельбы из настоящих боевых луков. Под руководством опытных стрелков юные леди с первого раза поражали мишени точно в яблочко. Девушка, сколько раз вы уже стреляете? Ноль. Я просто второй раз попробовала их. Ну и как что, повезло что ли? Угу. Начальник управления культуры района даже не поверила в это сначала. А когда сама взяла в руки грозное оружие 16-17 веков, то все убедились. Культуру в районе возглавляет человек, который, говорит, бьет не в бровь, а в глаз. За чаем с пирогами, тортами никогда столько людей не собиралось. А все потому, что химильчили здесь по-настоящему настоящие кудесники. И пепел, и искры. А на этой площадке тоже творили чудеса. Из простой бумаги профессиональные дизайнеры из художественного училища и школы мастерили удивительнейшей красоты цветы. И зверюшек, котиков, собачек. Получили удовольствие от того, что показали многим людям, детям и взрослым наш мастер-класс. Они попробовали сделать такую красоту. Их порадовали наши коты, заинтересовали. Может, в следующий раз они придут нам, мы сделаем еще таких котов. И к телеге 18 века на фоне ярмарки была очередь на фотосессии. Лет 200 назад она была чудом техники, с очень надежными колесами на резиновом ходу. Ей не страшны были ни гвозди, ни стекло, ни на дороге. А силу была одна лошадиная или бычья. Кого запрягали? На телеге сена, как одеяло пуховое. Это же корм для тягла. Модная хозяйственная сумка из прибрежной озерной куги исплетена. А это самая настоящая ступа. В музее ее на сохранность сдала сама Баба Яга, когда на пенсию вышла. Вернемся в здание. С автоматическим оружием 1941-1945 годов знакомит хозяин коллекции. Только тут и взрослые дети поняли, что артисты в кино не с настоящими пулеметами и автоматами бегают, легко перекидывая их с одной руки на другую. Настоящее оружие очень тяжелое. Здесь же в музее в эту ночь накануне 19 мая принимали в пионера. Пикал Степан, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Всегда готов. Художники-профессионалы из ничего, из обычного речного песка творили романтические картины. На протяжении всего ночного праздника на большом столе стоял большой самовар, и чай пили все желающие. Атмосфера этого праздника уютная, душевная, домашняя. Все очень классно, здорово. Организаторам большое спасибо. С дочкой участвовали в мастер-классе, в химическом мастер-классе. Делали лизунов, вулкан делали. Ну, масса удовольствия. Наступила настоящая ночь. Луна ярко освещала музейный двор. Народ не спешил сходиться. Мы рады, что мы приехали на этот замечательный праздник, на ночь музея. Мы приехали специально из Астрахани, в этот славный, чистый, цвеленый городок Ахтубинск. И очень рады гостеприимному такому приему и обстановке, атмосфере, которая здесь. И как все здесь замечательно. Он меня окунул в прошлое. Я смотрю, здесь очень представлены такие интересные вещи. Вещи моих родителей, моих бабушек и дедушек. Я вижу здесь пионеров. Это моя тоже молодость. Мне очень нравится, я под впечатлением. И хочется мне здесь еще раз бывать. Спасибо за то, что устроили такой замечательный праздник. После десяти в музее остались настоящие любители кино. И всегда здесь показывают такие фильмы, с которых во время сеанса никто не уходит. Эта ночь посвящается районному историко-краеведческому музею. Мы рады вас всегда приветствовать здесь. И добро пожаловать. Мы любим наших жителей. Мы любим людей, мы любим друзей, мы любим детей. Приходите чаще. Узнавайте много интересного. До новых встреч, друзья. Ура! Владислав Лихварь, Татьяна Адубинина, Ахтубинск ТВ.